Здравствуйте! На телеканале «Город» новый проект «Персона Грата». Наши гости – это общественники, гражданские активисты, политики, в общем, люди, которые выражают не только свою точку зрения, но и определенного круга рязанцев. Наша первая тема – широко обсуждаемый так называемый бренд Рязанской области. И вот о нарративах, которые в него включены, поговорим с Ириной Гасановной Кусовой. Ирина Кусова родилась в 1960 году в Туркмении в военном городке. После окончания школы приехала к родственникам в Рязань и осталась здесь на всю жизнь. Окончила с отличием исторический факультет Рязанского пединститута. С 1985 года и по сей день работает в музее-заповеднике «Рязанский Кремль». В 1997 году защитила диссертацию. Ирина Кусова – кандидат исторических наук. В 2002-13 годах по совместительству доцент кафедры теории и методики социально-гуманитарного образования Рязанского института развития образования. В 2006-2008 годах трудилась заместителем директора музея-заповедника по науке. В настоящее время заведующая сектором Рязанского Кремля. Автор монографии «Рязанское купечество» удостоенной Всероссийской премии имени Забелина за исследования в области истории и культуры. Нескольких книг по истории и культуре Рязани более 140 научных статей. Ирина Гасамовна, Вы наверняка уже видели так называемый бренд Рязанской области. Мы даже распечатали для Вас. Специально что-то бросается в глаза сразу же? Вот, допустим, нарушение правил русского языка. С переносом. Ну, про это только ленивый не сказал. Да, конечно, режет глаз, безусловно. Но в целом, если смотреть и сравнивать с предыдущими, то, в общем-то, такая веселая картинка. У меня есть одно объяснение. Знаете, в финно-угорской мифологии есть такое название «Зарни Ань». Это «золотая баба». Ну, «ань» означает «баба». И поэтому, возможно, этот смысл тоже как-то вкладывался. Это «рязанская баба». Митрополит Марк назвал этот бренд впустую, потраченными деньгами. Стоимость уже известна. Официальные источники называют цифру в полтора миллиона. Но мы не будем сейчас обсуждать с вами соотношение цены и качества. Давайте лучше поговорим о правильности выбранных мотивов, нарративов или ассоциативного ряда. Для начала давайте послушаем, как это объясняют сами разработчики. Рязань – старинный русский город на оке с богатой историей и массой возможностей для культурного, экономического и туристического развития. Здесь есть свой Кремль. Сохранились купеческие особняки и традиционная деревянная застройка. Регулярно проводятся всевозможные гастрономические и ремесленные фестивали. Чтобы помочь городу органично соединить свои традиции с прогрессивными экономическими идеями по развитию, студии для Рязани задизайнили логотип и айдентику. Знак унаследовал от городского герба шапку Мономаха, а цвета позаимствовал из флага Рязани. Буквы «Р» и «Я» под шапкой складываются в приветливое лицо князя. В литере «Н» скрыта отсылка к реке Оке. Изящная шрифтовая часть напоминает резьбу по дереву, а общая пластика графики делает знак легким и воздушным. В набор пиктограмм вошли и официальные символы, и по-человечески душевные резанские мотивы. Меч – яркий фрагмент древнего герба города. Резные деревянные наличники – узнаваемые детали городской архитектуры и красоты окружающей природы. Князь Олег, река Акаш, шапка Мономаха, речные наличники. Вот что-то… Резные. Резные, да. Что-то из, наверное, школьной программы, наверное, да, ассоциативный ряд. Вот для вас, как человека, который всю жизнь прожил в Рязани, вот этот ряд ассоциативный, он конечен, или же обязательно образов должно быть больше? Ну, не знаю, как это все можно реализовать, большое число образов. Вот понятно, что здесь есть определенный крен, как бы, в наше средневековье, в старину. И, кстати, причем здесь шапка Мономаха, я не могу понять. То есть на гербе была шапка князя Рязанского, да, ну, а здесь и шапка князя как-то не просматривается, скорее шлем древнерусский. Вот. Понятно, что хотелось бы и несколько иных каких-то тем увидеть здесь, потому что Рязань – это не только старина такая, глубокая старина, это и вполне себе современный город, и Рязань, и регион. И я бы даже сказала, что одним из таких трендов рязанских является как бы научно-техническое развитие, научно-технический прогресс. У нас здесь и космос, и радиоинституты, многочисленные сегодня, кстати, их меньше стало, но, тем не менее, научно-исследовательские институты, которые тоже в этой области работают. Поэтому, мне кажется, оптимально было бы как-то совместить и вот с этим поиграть. Да, здесь и старина, здесь и современные передовые технологии, насколько сегодня они вообще в России возможны. Главное условие, которое предъявляется к такого рода вещам – это некая узнаваемость. То есть вот этот бренд должен быть узнаваемым. Посмотрели, и вот сразу какие-то ассоциации пошли. Ну, здесь ассоциации, я не знаю, с какими-то детскими раскрасками и прочее. Он очень позитивный. Веселый картина. Да, это его, так сказать, преимущество перед предшественниками, которые были уж совсем унылыми и никаких подобных чувств не вызывали. Здесь, мы обсуждали, кстати, с коллегами в музее, картинка не вызывает отторжения, как предыдущие. То есть она вот такая вся веселая, нарядная. Безусловно, шарада, которую надо разгадывать. Нужно ли это применительно к бренду? Очень сомнительно. Понятно, что я, скорее всего, пристрастна. Я всю жизнь в Кремле. Мне кажется, все-таки какой-то силуэт Кремля. Да, там купола, не купола, там колокольчик. Дворец Олега замечательный, тоже узнаваемый силуэт. То есть вот что-то бы из этого. И второе – это современность. То есть тот же космос. У нас и Циолковский, да, и прочие вещи, связанные, так сказать, с развитием космоса. Так что вот я бы как-то с этим поиграла. Елена Гасановна, давайте мы с вами рассмотрим этот бренд рязанский через призму предыдущих брендов. Насколько он выбивается, на наш взгляд, или же встраивается? По стилистике, мне кажется, вот более подходит первый наш такой неофициальный бренд. Ну, это вот розчерком пера. Да, да, ну, он изящный, очень изящный. То есть по форме, да, по содержанию, конечно, скудновато, наверное. То есть хотелось бы, конечно, несколько дополнить. Смотрите, на презентации министр культуры сказал, что любой человек, который впервые взглянет на этот логотип, он найдет свое. А что вы видите на этой картинке? Ну, шлем, войны, в которых Рязань вынуждена была участвовать на протяжении многих лет. Что-то перекликающееся, возможно, с кружевными узорами, да, там, то есть наша этнография богата. Вот смотрите, это глаза, да, и улыбка. Это развивающиеся кудри. Хорошо. Это, ну, не знаю, церковь ли православная, мечеть ли, трудно сказать. Или же пика, тоже война, да, копье. Я так понимаю, нужна табличка с пояснениями, потому что вот эти все черточки, кружочки и пунктирные линии, вот мне почему-то напоминают старые советские контурные карты в школе, да, где нужно было зачеркивать, штриховать. Кто догадается, что вот эта вот извилистая Н – это река, АК, символ АКИ, да, ну, пойди догадайся, ну, как-то очень замысловато. Ирина Гасановна, одной из своих задач вы видите сохранение, концентрацию внимания общественности на сохранение памятников культурного наследия. Здесь отражено культурное наследие. Вообще, как с этим обстоит дело сейчас? Ну, авторы утверждают, что изображено. У меня таких ассоциаций не возникло, хотя, может быть, это все очень индивидуально. Что касается сегодняшнего состояния, то нельзя сказать, что оно благополучно, к сожалению, к большому. Это не только рязанская проблема, это характерно для всех исторических городов, но мы говорим о Рязани, да, то есть есть такие болевые точки, о которых уже говорено, переговорено уже сколько лет, дом Хвощинских, на которые деньги областное правительство собирало. Чего там только не было, рушится, и уже практически ничего не осталось. Дом Загозкина, сколько стоит, с забитыми окнами, хотя очень, я бы сказала, такой даже амбициозный музейный проект подготовлен по музеификации этого здания. Дома Циолковских, тоже сколько было шума еще несколько лет назад, и все остается без изменения. Малашкиных, руины около городского сада, Ларионова на Новослободской, Банковский около Первой Рязани у нас. Таких вот занос болевых на теле города очень много, к большому сожалению, тает. Салтыкова щедрена, это вообще изюминка города, которую не пропускает ни один турист, который здесь появляется, и вновь там какие-то новостройки запланировали. Просто безумие. Вот такое какое-то самоуничтожение города идет, города, который мог бы привлекать, и привлекает, несмотря ни на что, очень много внимания туристов. Нельзя сказать, что у нас все безнадежно, и как раз активная позиция и градозащитников, и зачастую принципиальная позиция инспекции по охране памятников внушает определенную надежду. То есть эта жизнь так и будет. Да, одни строительный бизнес напирают, другие пытаются противостоять. То есть никакие госпрограммы не нужны. Они защищены законом. Вопрос в том, чтобы эти законы исполнялись. Вообще на бренде это можно было бы как-то отразить? Ну, они считают, что отразили. Это наше деревянное кружево. Я еще раз его не вижу. Говорят, что оно здесь где-то есть. То есть где-то зодчество присутствует? Ну, я бы все-таки сакцентировала, если говорим о зодчестве, на Кремле. То есть вот Кремль – это все, это с полуслова все узнаваемо, все понятно, вот, и прочее. Ну, может быть, как-то это уже дело дизайнеров, конечно, как-то вот, значит, поиграть и какой-то вот элемент этого деревянного зодчества включить. Но это уже, конечно, к специалистам. Ну, вот это ли не доказывает то, что с широкой общественности вопросы не задавались? То есть ощущение такое, что это сделала какая-то узкая группа лиц со своими интересами. Хотя изначально позиционируется, что были какие-то глубинные интервью, серьезные разработки. Мы, как журналисты, этого не заметили на протяжении года. Тем не менее, об этом говорится. И, скажем, все мысли, которые были у этой узкой группы, они же вылились как раз в этот логотип. И мне кажется, что если бы было действительно широкое обсуждение, вот образов стало бы больше. Абсолютно с вами согласна. У меня тоже есть ощущение некой кулуарности подготовки проекта. Причем удивляет то, что это ведь не первый опыт наших правителей по подобной работе. То есть были предыдущие, которые оказались неудачными, не были приняты. И они, тем не менее, продолжают свою методику. То есть заказ кому-то одному на стороне. И в результате получается то, что получается. Я считаю, что это действительно общественно значимое дело, которое должно, мне кажется, в первую очередь все-таки решаться, исполняться с помощью резиданских художников. Потому что как бы подробно все в техническом задании не прописали этим разработчикам, все равно они не могут почувствовать город настолько глубоко, насколько его знают те, кто здесь живет. У нас же прекрасное художественное училище. У нас до уничтожения института культуры готовили своих профессиональных дизайнеров, уже подготовили какое-то число. Почему не воспользоваться их возможностями, их способностями? Я считаю, что, как и всякий другой общественно важный проект, этот проект должен был проходить в виде конкурса. То есть конкурс анонимный, как это часто бывает. То есть художники выступают под некими символами названия проекта и никаких фамилий, чтобы сделать этот конкурс максимально беспристрастным, объективным. А затем уже на общественный ли суд, на суд ли специалистов выносятся подготовленные проекты и определяются первое, второе, третье места. И оплата идет уже победителям, которые получили общественное признание. А не так, деньги уплачены, а что мы получим на выходе, большой вопрос. Хорошо, спасибо вам большое за участие в программе. С этим брендом все, давайте следующий. Это была программа «Персона Грата». Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok